Здравствуйте! В эфире программа Норильские новости в студии Софья Зиберова. Смотрите в этом выпуске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Норильск занял лидирующую позицию по итогам оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления Красноярского края. В десятку лучших также вошли Каннск, Зеленогорск и Минусинск. Министерство экономики и регионального развития края ежегодно составляет рейтинг муниципальных образований. Оцениваются экономическое развитие, жилищное строительство и обеспечение граждан жильем, жилищно-коммунальное хозяйство, организация муниципального управления и некоторые другие критерии. По данным Красноярск-Стата, в 2021 году Норильск занял первое место по комплексной оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления. Здесь самый большой объем инвестиций за исключением бюджетных средств в расчете на одного жителя – 822 тысячи рублей. Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия из нуждающихся составила 24%. Это также лучший показатель в крае. К слову, у второго места на 10% меньше. Как отмечает министр экономики и регионального развития Красноярского края Анна Горнец, министерство оценивает динамику улучшения ключевых социально-экономических показателей, а не их исполнение на данный момент. Это принципиально разные подходы к оценке. Проще говоря, оцениваются усилия местных властей по развитию территории. Но в конечном счете выгодоприобретатели этого рейтинга – жители территории. Как показывает практика, победители всегда направляют гранты на решение острых проблем в муниципалитете. 25 миллионов грантовых рублей будут разделены между 10 лидерами рейтинга. По Норильским улицам поехали новые северобусы. 19 брендированных автобусов теперь будут обслуживать городские маршруты, в том числе и межрайонные. В чем их преимущество, расскажем в следующем сюжете. Первые северобусы поехали по городским маршрутам. Теперь эти большие синие брендированные машины будут перевозить горожан. Каждый оформлен как с иголочки с фирменной надписью «Северобус» и значком «Норильский транспорт». Работать автобусы будут на самых популярных городских маршрутах – 2, 5, 16, 22, 24, 31, 33 и 40. Маршруты как Центрального района, так и Каирканского и района Толнах. То есть это основные маршрутные наши сети, где востребованы автобусы большого класса и требуется замена старого подвижного состава. 7 у нас автобусов в Центральном районе, по 6 в Толнахе и Каиркане. «Северобусы» заметно отличаются от своих предшественников. Это новые современные автобусы с более мощным двигателем, с увеличенным количеством посадочных мест. В «Северобусах» их 30. Внутри и снаружи есть камеры видеонаблюдения, чтобы следить за пассажиропотоком. В салонах по два монитора, где транслируют познавательный контент. И валидаторы для бесконтактной оплаты проезда. Они заработают до конца года. Тогда же из «Северобусов» исчезнут кондукторы. Система оплаты станет полностью автоматизированной, рассказывает директор агентства развития Норильска Максим Миронов. Система автоматизирована. Она позволяет отслеживать, какое количество вошло человека, которое выходит, и сколько тех, кто не произвел по вализатору оплату. Это сразу в реальном времени видно. Есть группа контролеров, которая просто выезжает оперативно, учитывая еще параметры нашего города, в конкретное место и ведет переговоры с теми, кто такую оплату не проводит. В администрации заявляют, обновлять автопарк продолжат. В планах к 2028 году закупить еще 200 новых автобусов. Надежда Балдакова, Софья Зиберова, Норильские новости. На портале госуслуги больше не будет действовать 30-процентная скидка на оплату госпошлин. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на прислужбу Министерства финансов. В сообщении говорится, что изначально скидка на портале задумывалась как временная мера до 1 января 2023 года. Ее вводили в 2019-м, чтобы простимулировать жителей России пользоваться онлайн-сервисом. Так, например, при оплате пошлины для замены водительского удостоверения можно было сэкономить 600 рублей, а при выдаче за грант паспорта – полторы тысячи. В Минфине говорят, предложений о продлении срока действия скидки не поступало. Плюс ко всему, бюджет страны на будущий год уже свертан с учетом отмены этой скидки. Поэтому с 1 января оплачивать госпошлины через госуслуги придется в полном объеме. Добавлю, что скидки в 50% на оплату штрафов от ГИБДД это не касается. Она действует бессрочно, так как закреплена в положениях кодекса об административных правонарушениях. С приходом октября местные ленты соцсетей заполнили кадры с мест дорожно-транспортных происшествий. По данным ГИБДД, с начала месяца зафиксировали 17 аварий, в которых пострадали 6 человек. Основные причины ДТП выяснял Артем Тютюников. На множестве кадров видны разбитые и перевернутые машины. Редкий день обходится без происшествия на дороге. Одно из последних событий. 35-летний водитель не справился с управлением, и его автомобиль с двумя пассажирами влетел в столб. От сильного удара машину практически сложило пополам. Все участники ДТП не были пристегнуты ремнями безопасности и получили травмы. Норильские водители считают, что причины большинства ДТП обычно одни и те же. Гоняют, не переобуваются. Плохая погода, как будто бы никогда такого не было, и вот опять. Народ, наверное, не переобулся, и все. И по-летнему ездят, не соблюдая скоростной режим. Ну, не соблюдение правил дорожного движения. Скоростной режим, ну и резина, соответственно. Да я думаю, невнимательность людей. И очень много людей, которые куда-то торопятся, зачем-то спешат, идут на неправданные обгоны. То есть вот сам это видел, люди просто едут в наглую, я еду. Они навстречку в наглую едут, и все. У меня несколько раз было, просто уходил на обочину. Ну, предположение, обычно гололед, потому что, ну, скользко едешь, немного носит машина. В госавтоинспекции подтверждают, смена сезона – коварное время. Сейчас по климатическим условиям у нас идет как бы межсезонье, то есть и осадки выпадают в ночное время. На определенных участках дороги получается, образуется корка, которая проезжаешь, допустим, вот эти 800 километров, и она уходит, и происходит сухой асфальт. Водители не ориентируются на сухом асфальте, не выбирают безопасную скорость движения, и получается, выезжают на скользкий участок дороги, и из-за этого автомобиль заносит. Тем не менее, работы по отсыпке дорог ведутся и сегодня. Особое внимание уделяется наиболее опасным участкам. Но и здесь есть свои нюансы. Отсев дробления базальта, он не так эффективен, как, допустим, соляные растворы. Поэтому возникают такие моменты, что, обработав ПГМ, он через короткое время разлетается от колес автомобилей, и повторно возникает эта скользкость. Дорожные организации отрабатывают это повторно, стараются, чтобы была обеспечена безопасность движения. Сотрудники ГАИ не устают напоминать, чтобы доехать из пункта А в пункт Б, при любых условиях водитель должен соблюдать все правила и с уважением относиться к другим участникам дорожного движения. Уважаемые водители, используйте шины, соответствующие климатическим условиям и предъявляемым требованиям для эксплуатации. Кроме того, обязательно пристегивайте с ремнями безопасности. А при перевозке детей в салоне автомобиля используйте детское удерживающее устройство. Артем Четюников, Никита Левенец, Норильские новости. Ежегодно в первую пятницу октября отмечается Всемирный день улыбки. Этот праздник своим существованием обязан американскому художнику Харви Беллу, который придумал, пожалуй, самый популярный значок – смайлик. Энтузиасты по всему миру в этот день проводят различные акции и флешмобы. Присоединиться просто, нужно улыбнуться. Мы спросили у горожан, какие у них сегодня есть поводы для улыбки. Конечно, если у меня дочка пять получила по математике. Просто в хороший день выдался. Каждое утро это повод. Папа уже с утра поздравил с днем улыбок. Конечно, мы всегда улыбаемся, это же хорошо. Конечно, есть. Зима наступает, может быть, снег пойдет. Это счастье для вас? Да. А почему? Ну, потому что все будет чисто, бело и красиво. Есть повод улыбнуться. Я добралась до Зубнова. Как прекрасная погода. Это, ну, я не знаю, почему бы не улыбнуться. День улыбок же. Да, конечно, встреча с семьей, пятница. Вечернее кино с детьми. Так что это улыбка на все лицо. Ну, повода нет улыбаться. Ну, в любом случае мы держимся всем молодцом. Молодцами, как сказать, молодцы. Держаться всем, улыбаться и надеяться на лучшее. Посылка пришла, еще выходные настали, еще пойдем погуляем. Не знаю. Да каждый день есть, надо учиться радоваться мелочам. В этом смысл. Это точно, это правда. Пятница. Это самый главный повод пока что. Завтра выходные, а так все хорошо, все живы, здоровы. Все замечательно. Гуляем. Хорошее настроение. Хорошее настроение. Пятница. Отличное настроение, просто улыбка всегда радует людей, поэтому чаще всего улыбаюсь. 24 часа в сутки телеканал Норильск ТВ показывает самые разные передачи. Новости, документальные программы, телесериалы и художественные фильмы, анимацию. Даже привередливый зритель найдет в нашем эфире зрелище по вкусу. В следующем сюжете расскажем о новинках и программах, которые рекомендуем посмотреть на грядущей неделе. В октябре Норильск ТВ начал показывать российский сериал «Таинственная страсть». Он вовсе не о том, о чем вы могли подумать. Рабыня Изаура и Луис Альберто на сей раз не при делах. Сериал повествует о делах минувших дней, о поколении шестидесятников, породившем целую плеяду знаменитых поэтов, писателей и бардов. В основе лежит одноименный роман Василия Аксенова. Сам автор называл его мемуарным и настаивал на том, что воспринимать его надо строго как художественное произведение и не искать в нем хронологической точности, психологической или портретной схожести с персонажами. А персонажи тут один другого краше. Хотя имена изменены, Роберт Рождественский, Андрей Вознесенский, Евгений Евтушенко, Белла Ахмадулина и Владимир Высоцкий узнаются легко. Кстати, догадайтесь, кого в сериале сыграл Сергей Безруков? Актерский состав сильный, но, как говорится, лучше один раз увидеть и погрузиться в эпоху, которая отстает от нас более чем на полвека. С ее атмосферой, размышлениями, переживаниями и порой нелегким выбором, что в наше время понять и передать не так уж просто. Если на бумаге все хорошо, то в жизни обязательно случится какая-нибудь гадость. Давай! Вернемся из прошлого в настоящее и заглянем в будущее. В будущее Арктики. О нем под предводительством ведущих Валдиса Пельша и Елены Потаниной. Рассуждают юные ученые, участники экспедиции на Северный полюс. Так что ученые вовсе не кабинетные, успели кое-что повидать. Ребята обещают, что лет через 10-20 мы с вами будем жить при свете Солнца круглый год. В космосе повесят зеркала. Они будут пускать солнечные зайчики с небес на Землю. Овощи, фрукты, естественно, тоже всегда будут свежими, а источники энергии станут практически неиссякаемыми. С нетерпением ждем, хотя звучит, конечно, как фантастика. Замечательный материал графен, из которого уже сейчас изготавливают солнечные батареи и детали космических кораблей в Арктике, где бывает очень холодно, и погода может меняться практически каждую минуту, но вот как сейчас мы будем носить. И о фантастике. В последнее время тема искусственного интеллекта у всех на слуху. Нейросети раскидывают свои щупальца все шире, а их корни проникают все глубже. Они уже пишут сценарии, а такие программы, как Дали, серьезно ступают на пятки художникам и дизайнерам. Настолько бурную фантазию они проявляют. По неволе закрадывается мысль, что наш разум – штука не такая уж уникальная, и его изгибы можно, если не повторить, то, по крайней мере, с успехом имитировать. Сняться ли дроидом электро-овцы, кажется, вопрос перестает быть праздным. Хотя фантасты, в том числе и кино, задаются им давно. На этих выходных мы предлагаем вам ознакомиться с фильмом «Мой создатель». «Привет». «Классная песня». «Иди сюда, по-танцуй со мной». Фильм камерный, и компьютерная графика в нем далеко не главная. Главное как раз столкновение человеческого и машинного интеллекта, попытки распознать, где настоящее, а где искусственное. Чтобы решить эту головоломку, нужно быть едва ли невнимательнее, чем главный герой, который в секретной лаборатории, где же еще, занимается весьма неоднозначными экспериментами. В оригинале фильм называется «Архив», и это может дать подсказку к тому, что творится на экране. Но даже придя к правильному ответу, не стоит забывать, сам прогресс ни о чем не спрашивает, он просто наступает. Артем Тютюников, Владимир Шиловский, специально для Норильских новостей. К этому моменту у нас все. Всего доброго.